Я включил запись, и мы с Божьей помощью с вами начинаем наше занятие. Я напоминаю, что все свои занятия, думаю, что это справедливо, я посвящаю своей жене, которая полтора года назад ушла из жизни. Мы с ней вместе работали над пророками. И все мои знания, это благодаря ей, как рабе Акива, если вы помните, этого году из Ебамон, из трактата Ебамон, когда он шел со своими 24 тысячами учеников, и к нему хотела подойти жена, и они не хотели ее подпустить. Тогда он мне сказал, оставьте ее, дайте ей подойти, все, что есть у меня, и все, что есть у вас, это все ее. Вот я исхожу из этого же самого, что все, что есть у меня, и все, что я могу с Божьей помощью передать другим, это все благодаря ей любому от Михаэль Лейзерсон Мешкова из семьи Гинсбург. И мы с вами попробуем сделать вещь нетривиальную. Мы постараемся с вами заглянуть в автору, в тот дополнительный кусок пророков, который читали на этой, читают на этой неделе главе «Имор». говорит, я напомню, что последние две главы посвящены понятию святости. Последние две главы, можно сказать, да, если совместить как бы две главы к душиме Хараймон, можно сказать, что две последние главы посвящены вопросам святости, к душим Тию, будьте святы. Это обращение к сыновьям Израиля. И здесь понятие святости, оно может быть разным, его можно посмотреть на него по-разному. К душим Тию святы, будьте обращение ко всем сыновьям Израиля. Это одно понятие святости. А когда мы приближаемся к Кагенам, когда говорится, когда Маше должен обратиться к Кагенам и объяснить им об их святости, тут несколько другое понятие святости. Святость, которая к сыновьям Израиля, это, можно сказать, в главе к душим, в основном это святость мыслей, чистоты мыслей, устранение от дурных мыслей. Мы видим, что если говорится о запрете и до упоклонства, то говорится с той точки зрения, не поворачивайтесь к другим богам, не то что пусть у тебя не будет других богов, а не поворачивайтесь к другим богам, никогда не думайте, не размышляйте о них, не ищите что-то интересное, об идолопоклонстве, даже если вы не верите в идолов. Понятно, что это требование к чистоте мыслей, к правильному восприятию Всевышнего и устранение от любых понятий до упоклонства, которые, упаси бог, может человек перенести на Всевышнего. Святость мысли. Если говорится в этой главе «Альты гныбу», не воруйте, то имеется в виду, как говорят наши мудрецы, не обманывайте в торговле, не делайте каких-то трюков, даже разрешенных, может быть, которые могут вам помочь продать то, что несколько испорчено. И даже если это как-то не попадает под формальный закон, есть запрет «Альты гнылу», не воруйте со всех точек зрения. И так далее продолжает наша глава, объясняя о святости человека, и подходит к заповеди «Не мсти, не злопамятствуй, получай своего ближнего, и не понесешь за него грех, и возлюби ближнего как самого себя». То есть мы видим, что вот эта святость, это требование святости, его даже иногда трудно уложить в формальные рамки, но это требование святости на уровне мысли. Бейт Леви, книга «Любе», бердического рэбе, он задается в ней вопросом, а как человеку можно предъявить требование, чтобы он не думал о плохом. Вот в 10 заповеди, из 10 заповедей, прозвучавших на горе Синай, «Аль-Тахмот», «Не желай», «Лот-Ахмот», «Не желай», «Не желай», «Осла ближнего своего не желай», «Жены ближнего своего не желай», «Всего, что есть у ближнего своего», «Как можно человеку сказать «Не желай»?» Ответ Бейт Леви, что человек должен наполняться признан, наполняться хорошими мыслями, хорошими намерениями, они сами по себе удалят намерения плохие. Очень трудно воевать с плохими намерениями напрямую. И наши мудрецы говорят, хотя в трактате Сухот говорят, что трудно воевать с сатаном. Сатан – все сомнения, все стороны, которые могут быть отрицательными, которые у нас есть, трудно с ними воевать. Нужно обращаться с молитвой ко Всевышнему, чтобы он устранил их, а самому направляться на хорошие мысли, на хорошие дела. Это поможет устраниться от дурного. Это «К души им тюйю будьте святы». Когда речь заходит о когенах, то мы видим, что здесь какие-то другие требования к святости. Не то, что было сказано раньше – это не нужно, это исключается для когенов. Нет. Это дополнительные требования к святости к агенам. И начинается с требования ритуальной чистоты. Законы ритуальной чистоты и нечистоты – они сложные. И мы не будем вдаваться во все подробности. Законы, которые вытекают из Торы, законы, которые установлены мудрецами. Но остановимся на одном законе, с которого начинается наша глава. «Имор, скажи, когенам», так Всевышний повелевает Маше, нечистота, которая появляется, когда человек прикасается к умершему или к тому, кто прикоснулся к умершему. Есть предметы, которые распространяют ритуальную нечистоту самую сильную, которая распространяется от умершего тела. И опять же, мы не будем вдаваться во все подробности, но тут нужно представить себе такой момент, что человек, который прикоснулся к умершему, он ничем не виноват. И даже коген, хотя он должен, как мы видим, остерегаться, чтобы лишний раз не получать ритуальную нечистоту, ему запрещается принимать участие в похоронах, кроме самых близких родственников. И то, что мы можем представить себе, в этом нет никакой вины, если человек загрязняется от ритуальной нечистоты. Я слышу какой-то шум, который очень-очень мешает, через немножко сделает невозможным просто дальше говорить. Поэтому, если у кого-то открыты микрофоны, то, пожалуйста, закройте. Теперь, в чем смысл закона ритуальной нечистоты? И дело в том, что храм, он как бы идеальная точка, которая в этом мире, как бы, да, точка соприкосновения с будущим миром. Будущим миром, где нету смерти. И поэтому храм требует от человека, который в небо входит, как можно дальше удалиться от понятия смерти. И поэтому прикоснувшимся к умершему, как ни странно, да, есть влияние материальных субстанций каких-то, есть влияние на душу, если не на всю душу. Мы говорим о душе, что она чистая, не на всю душу, но на нижнем ее уровне есть влияние, да. И не случайно Тора говорит «Тамэ бенефиш», да, что она подчеркивает загрязнение, загрязнение именно души, а не тела. И человеку требуется процедура очищения, которая помогает ему отстраниться от понятия смерти, которое не, как бы, не годится для храма. Должно быть как можно дальше от храма. Это понятие ритуальной чистоты. И мы видим, что когены должны придерживаться больше других ритуальной чистоты, больше других должны стараться находиться в ритуальной чистоте. Дальше. И это, как бы, да, та святость, которая есть для когенов. Я не буду разбирать все моменты, которые есть в главе. А мы с вами обратимся к тому куску из пророков, которые читают в качестве дополнения к недельному чтению главы в синагоге. И всегда автора, кусок из пророков, он связан с тем, что о чем говорится в недельной главе. И здесь у нас дополнение, и это дополнительные куски из пророков, из 44 главы пророка Ихискейля. Я сейчас попытаюсь поднять этот текст. И мы с вами увидим, что все очень неожиданно. Все очень неожиданно. Я прошу прощения, несколько раз, наверное, придется сменить экран, потому что я не смог сделать цельную одну такую презентацию. Но я надеюсь, что справимся. И тут говорится, говорится о Кагенах, говорится неожиданные вещи, которые нам нужно будет понять и представить. И это законы, которые на первый взгляд отличаются от законов Торы. И до конца непонятно, что хотел пророк Ихискейль. Понятно, что это пророчество, но есть и какое-то собственное тоже. Тоже как бы пророк пропускает пророчество через себя. Что он хотел, настолько, скажем, испугал всех новыми законами, что его книгу хотели скрыть. И только благодаря одному из мудрецов, который просидел долго в горнице и составил комментарии к книге Ихискейля, мудрецы согласились не скрывать книгу Ихискейля. Мы посмотрим, что вызвало их шок. Я ищу то предложение, с которого мы начнем. И тут говорится, и будут они в святыне моей прислуживать тем, кто поставлен в воротах дома, и прислуживать в доме. Они будут зарезать жертву всесожжения и мирную жертву для народа, и они будут стоять перед ними, чтобы служить им. Давайте мы возьмем одно предложение выше, или даже два предложения выше. И вот так. Так сказал Бог всесильный. Всякий человек чужой с необрезанным сердцем и с необрезанной плотью не войдет в святыню мою, и это относится ко всем людям чужим, которые в среде сыновей Израиля. Речь идет о Кагенах и требования Ихискееля, который, когда он говорит о третьем храме, о служении в третьем храме, чтобы сердце Кагена было обрезано, иначе он называется чужим по отношению к служению в храме. Так же, как сыновья Израиля, они называются чужими по отношению к служению в храме, потому что они не могут приносить жертвы. Вот так же и Каген с необрезанным сердцем, он называется здесь чужим. И мы чувствуем здесь мысль пророка, дух пророка. Он говорит о том, что в третьем храме недостаточно будет формального соблюдения закона. Человек, который будет приближаться к принесению жертв, он должен быть с обрезанным сердцем, то есть человеком чувствительным, человеком преданным, так сказать, внутри мысли, в душе союзу со Всевышним, ощущать присутствие Всевышнего повсюду. В этом-то и есть обрезанность сердца, такая его повышенная чувствительность, ощущать повсюду присутствие Всевышнего и быть связанным с людьми, потому что у сердца есть направленность ко Всевышнему и к людям. Это требование к тем Кагенам, которые смогут принесить жертвы в третьем храме. Интересно то, что последний пророк Малахи, который, скажем, закрывает все пророчества, он последний пророк до будущих времен, он начинается с... Или, скажем, он говорит о том же, о чем говорит. Ихискель говорит о будущем, а он говорит о проблеме своего времени, не проблеме настоящей, проблеме служения Кагенов во втором храме. Он обращается ко всем сыновьям Израиля и говорит, «Полюбил я вас, дом Якова?» «А ты сказал, чем же ты нас полюбил?» И мы видим, что понятие любви, оно нивелировалось во втором храме, не перестало быть таким четким, ясным и острым, каким оно было раньше. Да, Всевышний обращается к сыновьям Израиля и говорит, «Я люблю вас». Сами Израиля говорят, «А чем ты нас любишь?» Как можно, чем любить, чем можно? Любить душой, может, сердцем, но они имеют в виду, что ты нам дал, чтобы ты мог сказать нам, что ты нас любишь. Потом пророк обращается к... А ты мне Всевышнего обращается к Кагенам и говорит, «Хлеб отвратительный приносите вы мне». А Кагенам говорят, «Чем же мы отвратительный хлеб тебе приносим?» «Чем же он отвратительный?» «Хлеб, посмотри, мы все делаем по закону, и в ритуальной чистоте, и все по закону». Всевышний говорит тем, что вы говорите «презренство» Всевышнего, «презрен жертвенник», то есть служение в храме, оно ничего не дает, оно должно давать благословение, неощутимое, мы должны быть все богатые и здоровые, благополучные, а что-то это не получается, так что напрасно мы приносим жертвы. Вот этим-то ваш хлеб и нечист, и отвратительным хлеб нечист мыслями. То есть мы с вами видим требование пророков, которое, скажем, Малахи подчеркивает как проблему, что духовные понятия и, прежде всего, понятия любви не велируются, это делает служение в храме, ну, таким формальным, с трудом приемлемым Всевышним, а вот в будущем человек с необрезанным сердцем, человек с такими же подобными мыслями, человек, который не понимает, что такое любовь ко Всевышнему, что такое любовь к людям, сердце его необрезано, он такой, как он, не сможет служить в храме. Это говорит Ихискиэль. И, в общем-то, он говорит, это как Галаха, как закон. И от этого можно вздрогнуть. А те левиты, которые отдалились от меня из-за ошибки, Израиль отступив от меня, чтобы идти за идолами своими, понесут наказание за грех свой. Левиты здесь, дом левитов, включая когенов, мы знаем, что когены, которые даже случайно ошиблись и были связаны с Идовым поклонством, даже по ошибке, они не имеют права служить в храме, их потомственно не имеют права служить в храме. Такой закон. Здесь Ихискиэль напоминает о том, что часть когенов осталась в Северном царстве и приносили жертвы Всевышнему, но запрещенным образом приносили их на высотах в то время, когда стоял храм. И такие левиты, то есть такие когены, их потомки больше никогда не смогут служить в храме, не будут служить в третьем храме. Когда царство разделилось, сразу после смерти Штамов, при его сыне Рахавами, большинство когенов и левитов, они сразу хлынули в Южное царство, чтобы не быть отделенным от храма, не оставаться под властью Ереваама, который потом запретил уходить в храм. Но и были такие левиты и когены, которые оставились в Северном царстве, они втянулись в это служение на высотах. Ихискиэль говорит, что они никогда больше не смогут служить в храме, их потомки тоже. И будут они в святыне моей прислуживать тем, кто поставлен в воротах дома. Если это левиты, то они будут помогать тем, кто поставлен открывать и закрывать двери храма и прислуживать в доме. Они будут зарезать жертву всесожжения. Они смогут зарезать жертву всесожжения, потому что даже не коген по закону может зарезать жертву с набиранием крови. Для выплески на жертвы начинается работа когена. И вот они смогут делать ту работу, которую не делают когены. И мирную жертву для народа. И они будут стоять перед ними, чтобы служить им. Будут стоять перед теми когенами, которые служат в храме, чтобы помогать им. За то, что они служили им перед идолами. Их и были для дома Израиля. Служили им, тем, кто остался, тем, кто был в северном царстве, ценам ям десяти колен. Они для них служили перед идолами, не обязательно перед идолами. Как бы Каэн доводит до крайности. Они служили Всевышнему запрещенным образом, на жертвенник, который жертвенник вне храма, в то время, когда стоит храм. И были для дома Израиля помехой, ставшей причиной греха. За это поднял я руку мою, поклялся о них, Слово Бога Всесильного, и понесут они наказание за грех свой. То есть все Каэны и Левиты, которые были замешаны в служении на высотах, не будут служить в третьем храме. Не подойдут ко мне, чтобы служить мне и приближаться ко всем жертвам своим, святым моим, и к самым святым жертвам моим, и понесут позор свой, и обратительные дела свои, которые делали, будут помнить в своих поколениях. И поставлю их хранителями порядка служения в доме над всеми работами, над всем, что будут делать в нем. Они могут быть управителями, они могут быть помощниками в делах Каэнов, но не непосредственно принесить жертвы. А Каэны и Левиты сыновья цадока. Здесь сыновья цадока, можно сказать, в данном случае это некоторый образ тех Каэнов, которые на протяжении поколений хранили праведность. Каэнов, которые хранили порядок в святыне моей, когда отошли от меня сыновья Израиля, когда десять колен, по крайней мере, отошли. И те случаи, когда сыновья Израиля и Биуде склонялись к этого поклонству, Каэны продолжали служить в храме, не отступая от закона. Эти Каэны, они приблизятся ко мне, чтобы служить мне и будут стоять передо мной, чтобы приносить мне в жертву внутренний жир и кровь Слово Бога Всесильного. Они придут в святыню мою, и они приблизятся к столу мою, чтобы служить мне и исполнять службу мою. И будет, когда войдут они в ворота двора внутреннего, наденут одежды льняные, и не будет на них одежды шерсти при служении их в воротах двора внутреннего и в самом доме. И вот здесь есть серьезный и длинный разговор. Здесь такая бомба, из-за которой мудрецы хотели спрятать книгу Ихискеля. Дело в том, что я сейчас постараюсь вам показать одежды каверна, с которыми вы, наверное, знакомы, но чтобы просто у нас были перед глазами. Секунду. Я пытаюсь поднять пытаюсь поднять нужный нам ковец. И вот секунду. И вот перед нами одежды перед нами одежды каверна. Вот я надеюсь, что мы видим. Правильно? Мы видим одежды каверна. Окей. Значит, перед нами одежда каверна. И мы видим, что у него есть четыре одежды. Мы видим три. У него четыре одежды. Это длинная такая рубаха льняная. Головной убор из широкой полосы льняной. У него есть штаны под рубахой специально сшитые. И четвертая одежда. Это пояс длиною 32 ама, то есть 16 метров, который он не может сам накрутить на себя. Каверна помогала друг другу накручивать этот пояс. Сам пояс он тонкий, но когда он накручивается, получается такая широкая полоса. И этот пояс сделан из шатнеза, то есть из плетения льна и шерсти. То, что запрещено носить в любом другом месте, разве только что в то время, когда стоял храм и была известна правильная голубая краска, то и шатнеза сделали также и цицит. Сплетение льна и шерсти, использование сплетения льна и шерсти запрещено. В чем здесь дело? Может быть, мы с вами как-то говорили. я напомню. Заповеди, они устроены таким образом, что они являются проекцией духовного мира на материальный мир. Но есть такие моменты, которые как бы напоминают о духовном мире, но говорят, что напрямую духовный мир нельзя привнести в материальный мир. есть мир единства, есть мир множественности и есть как бы разделительные черта между ними. Я напомню, что наши мудрецы говорят, что разделительной чертой между духовным и материальным миром являются небеса. И когда Тора говорит о разделении верхних вод и нижних вод, то она не говорит о разделении того, что есть в космосе, отделение от того, что есть на Земле, ни в коем случае. Она говорит, как всегда, образно об отделении духовного мира верхних вод от нижних вод, от материального мира. Они полностью и принципиально разделены. Естественно, что есть соединение, но оно всегда происходит каким-то чудом. а так принципиально они отделены. И вот Шамайм, небеса, это граница и характеристика духовного мира. Шам, Майм, говорят наши мудрецы, там вода, это характеризует небеса или духовный мир, он всегда оказывается недостижимым. Ты протягиваешь руку, он всегда оказывается там. Ты напрягаешь свою мысль, чтобы понять его, а он оказывается там до тех пор, пока не происходит чудо, пока человек не приближается к пророческому уровню, допустим. Есть другая характеристика у небес, это Эш У Майм, это вода и огонь, которые существуют вместе. В духовном мире нет противоположности, одно не вытесняет другого, другое противоположности умеет совмещаться или существовать вместе, так сказать, в одном пространстве и в одно время, хотя в духовном мире нет пространства и времени, но, образно говоря, что есть две сущности, которые в этом мире не существуют вместе, а вот в духовном мире они существуют вместе, огонь и вода. Естественно, что это относится ко всем другим противоположностям, И вот такой образ духовного мира – Шамаим, Эшумаим, вода и огонь, которые совмещаются вместе, а ниже под небесами все разделено. И ниже под небесами все разделено. И поэтому в Галахе есть такие моменты, которые нам говорят, ты не можешь духовный мир напрямую перенести в материальный, поэтому есть вещи, которые запрещено совмещать. Например, кровь и молоко. Можно поговорить, почему запрещается соединять, подчеркивая то разделение, которое, может быть, в духовном мире отсутствует. Также и лен и шерсть. Они выражают два понятия, которые можно объяснить через Каина и Эвеля. Это не значит, что только в Каине и Эвеле отражаются эти два понятия, эти две духовные сущности, которые выражаются через лен и шерсть. Но через Каин и Эвеля можно их объяснить. Что можно представить себе? Каин родился до греха. И поэтому он считал себя человеком совершенным. Может быть, у него были для этого какие-то основания. Он не был так сильно затронут грехом. Моризаль говорит, что душа его все-таки была затронута грехом. Но он был, скажем, человеком близким к идеалу. Близким к идеалу родился до греха. И поэтому он решил обрабатывать землю. Земля была проклята из-за Адама. И она не должна была давать ему плодов. А вот Каин, может быть, прилагая усилия, потому что нужно, он должен был что-то делать, что-то исправить. Прилагая усилия, он все-таки получил плоды. Плоды урожая. И вот вместе с этими плодами из земли поднялся лен, который он, наверное, не сеял и не засевал. И он именно этот лен принес в жертву Всевышнему. Почему он принес лен? Потому что изо льна делаются одежды. А Каин решил, что ему одежды не нужны. Он не затронул грехом. И ему не нужны одежды. Лен вырос, как намек на то, что тебе надо было все-таки одеться. А Каин хотел сказать, чтобы у меня нет греха, и поэтому мне не нужны одежды. И он взял этот лен, принес в жертву Всевышнему. В каком смысле он принес в жертву Всевышнему? Он принес его как бы на возьми обратно. Я признаю тебя, я признаю твою власть, я признаю. Но зачем ты мне говоришь, что я человек не идеальный? Я идеальный. Возьми свой этот лен, который ты мне дал, обратно. И Всевышний не принял в жертву, принесенную с такими намерениями. Каин поступил по-другому. Хотя он тоже был далек от идеала. Я прошу прощения. Эвель поступил по-другому. Эвель родился после греха. Он понимал свое положение. И когда он увидел, что он может сделать одежду из шерсти, из скота, который принадлежал ему. Как мы помним, Каин и Эвель поделили между собой существующие. Каин взял себе землю, а Эвель взял себе скот. Он увидел, что он из шерсти может сделать одежду. И он сделал одежду. И принес жертву Всевышнему мне из шерсти тоже. И принес из шерсти тоже жертву. Но с другими намерениями. Спасибо, что ты мне дал одеться. Спасибо, что ты мне дал прикрыть то, что во мне несовершенно. И таким образом, если так можно сказать, лен и шерсть впитали в себя вот эти мысли Каина и Эвеля. Они привнесли свои намерения в эти две материальные сущности, блюн и шерсть. И Галахан намекает, что совместить эти два момента очень трудно. Что значит совместить? В Каине есть что-то положительное. Каин считает себя идеальным. Каин возражает Всевышнему, что он не может чего-то, не может обрабатывать землю. И доказывает, что он может обрабатывать землю. Это некоторый такой бунт против Всевышнего. Но он тоже может быть повернут в положительную сторону. Вот если бы его соединить с шерстью вместе, то получилось бы признание Всевышнего, его правоты. И желание сделать еще лучше, чем сделал Всевышний. Вот что бы получилось. Это прекрасно. Человек должен быть соучастником творения. Он должен делать мир еще лучше, чем он как бы есть перед ним, чем его как бы создал Всевышний. Это было бы прекрасное, идеальное стремление совместить эти две противоположности. Протест против непризнания своего несовершенства и признания своего несовершенства. Стремление сделать лучше, чем Всевышний. И принятие того мира, который дал Всевышний, если бы эти два момента совместить, было бы нечто потрясающее. И Галаханам говорит, что это нельзя сделать напрямую в материальном мире. Вместе с тем Галаханам говорит, а в храме, который является точкой идеального мира в нашем мире, это можно сделать. И обязанность Каенов носить шатнес, обязанность Каенов припоясываться этим поясом, который, если так можно сказать, вместо того, чтобы разделять верхнюю и нижнюю часть тела, он соединяет их, соединяет две противоположности. Это то, что делает шатнес, у них обязанность носить этот шатнес. И вдруг приходит, причем, давайте мы немножко еще посмотрим чуть-чуть интересные моменты. Перед нами первосвященник, у него есть дополнительные четыре одежды, как вы помните. Это нагрудник, это такой широкий пояс, который называется ифон. Это такая большая рубаха, которую называют ризой, верхняя, голубая. И пластина на обу из золота, на которой написано «Кодыш Дагашем, свято Всевышнему». Это четыре дополнительные одежды первосвященника. Здесь мы видим первосвященника в святом помещении храма. Как он приносит воскурение на золотом жертвеннике, который стоит внутри храма. И это он делает каждый день, утром и вечером. Может не обязательно первый священник, может другой священник это делать. А вот, как мы знаем, в Йом-Кипур в день искупления в Йом-Кипур священник заходит святая святых. В общем-то, один род кот, не вдаваясь во все подробности законы Йом-Кипура. И он приносит воскурение перед Ковчегом Завета. Здесь мы увидим за другой работой, которая делается в святая святых. Он разбрызгивает кровь козла и быка, которые были принесены в искупление. Опять же, не вдавая все подробности, то, ради чего мы с вами это посмотрели, мы видим, что здесь первосвященник, на нем белый пояс, льняной пояс. Потому что в Йом-Кипур он должен был заходить, он носил одежды обычного священника, поверх них четыре одежды первосвященника. Но в Йом-Кипур он должен был снять пояс шатнес и одеть льняной пояс и только так зайти в святая святых. Этот, скажем, образ закона нам говорит о том, что святая святых, она еще выше, чем совмещение противоположностей. Она как бы клонится к единству. Единству здесь пештан, иные одежды, они как бы полностью белые. Пештан от слова пошут, простой, намекает на ту простоту, которая характерна для высшего духовного мира. Там нет даже совмещения противоположностей, там просто простое единство. И вот святая святых соответствует этому уровню, и Каген не входит в этом поясе. И вот только проговорив все это вместе с вами, мы можем понять, о чем говорит Ихискель. Я возвращаюсь к тексту, попробую сделать это быстро. Переставить эти два ковица, два файла. Сейчас мы попробуем сделать еще раз share. Берем, находим нужный нам файл и поднимаем его. И вот после того, как мы с вами наговорили столько слов, я очень надеюсь, что понятно, о чем говорит Ихискель. Ихискель будет, когда войдут они в воротах двора внутреннего, наденут одежды льняные, и не будет на них одежды из шерсти при служении их в воротах двора внутреннего и в самом доме. То есть он говорит, что в третьем храме льняной пояс, плетенный шерстью Кагена, будет исключен из его одежды. Что у него не будет этой одежды. Что будет на нем? Скорее всего, он имеет в виду, как мы можем представить себе, что на нем будет льняной просто пояс. Так же, как на первосвященнике, когда он заходил в святая святых. То есть о чем говорит Ихискель? Он говорит о том, что святость третьего храма, она будет огромной. Такая же святость, как в Йом-Кипур, в святая святых, она будет и во внутреннем дворе. Во внутреннем дворе храма, куда будет разрешено заходить только к Кагенам. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Есть момент, когда сыновья Израиля заходят во внутренний двор храма до определенного места. Могут пройти на расстоянии 11 Амут от входа. Они могут зайти во внутренний храм. Но в любом случае, в принципе, во внутреннем дворе разрешено передвигаться только к Кагенам. И мы понимаем о том, что Ихискель хочет сказать, святость третьего храма будет выше. Как бы, если так можно сказать, близость к Всевышнему, к этому миру будет сильнее. Святость будет распространяться сильнее. И это отразится на Кагенах. И из-за этого, из-за подобных моментов, которые здесь присутствуют. Мы посмотрим еще одно предложение. Уборы из льняной материи будут на головах их. Это так же, как и было. И нижняя одежда и льна будут на бедрах их. Это так же, как и было. Пусть не припоясываются там, где выделяется пот. То есть, он вообще не так, как я сказал, что у них будет льной пояс. То есть, он вообще как бы отрицает пояс по всей видимости. Как можно представить себе. То есть, пояса у них не будет. Почему? Мы понимаем, что это отражает более высокий мир. Не тот мир, где совмещаются противоположности. А тот мир, в котором мир единства. Такова будет сила святости внутреннего двора. И вот из-за этого мудрецы хотели спрятать книгу Ихискеэля. И только Ханания бен Нихуния, который взял с собой в горницу 300 гин масла. Который взял с собой 300 гин масла и просидел долгое время один в отчиночисть. И он смог прокомментировать книгу Ихискеэля. К сожалению, его комментарий не остался. Но он, по крайней мере, убедил мудрецов в том, что не так страшно. Почему не так страшно? Что не факт, что Ихискеэль имел в виду, что Голоха изменится. Просто это пророк. А у пророка все образы. И вполне и вполне возможно, что он в этом образе отсутствия у когенов пояса, он выразил то, что трудно передать словами, то, что трудно рассказать другими словами. Он выразил высокую святость, высочайшую святость третьего храма. И не факт, что если бы, скажем, Ихискеэль, который сам был когеном, пришел служить в третий храм, что он бы снял пояс. Снял бы пояс из шатнеза, из переплетения шерсти и льна, и сказал бы, здесь нужно служить без пояса. Я не буду носить пояс. Совершенно не факт. Потому что образ есть образ, есть некоторая структура духовного мира, и она по-своему преломняется в материальном мире. Не факт, что она требует духовной структуры, требует того, чтобы коген служил без такого пояса, являющегося основной его одеждой. Я здесь бы остановился. И надеюсь, что мы с вами получили представление. В качестве дополнения на самом деле можно перейти и к обсуждению, и к вопросам, что мне кажется очень важным. Давайте мы это сделаем, хотя я еще хотел что-то с вами обсудить, но с Божьей помощью мы это сделаем в следующий раз. Давайте мы попробуем обсудить то, что как-то удалось изложить. Пожалуйста, если что-то, я слушаю ваши вопросы, постараюсь ответить. Не всегда можно ответить, но я могу постараться. Но пока вы думаете, я скажу, я постараюсь сказать такую мысль, которую, может быть, я уже выражал. Мы говорим о построении храма и правильно говорим. Мы стараемся себе представить служение в храме, который будет построен и совершенно правильно делаем. И можно наоборот...